Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Рио-де-Жанейро 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 Рио Немало зрителей собрал вокруг себя ринг, на котором выступали воспитанники областного центра Олимпийского резерва единоборств. Бокс, самбо, дзюдо. Показательные бои по накалу ничем не уступали турнирным. Тут же впечатленные силой и смелостью атлетов ребята могли записаться в секции. Рио-де-Жанейро 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 в напряженном матче они обыграли Южан. На этот раз футболисты агрокомбината уступать не собирались. Из первых минут игроки в желтой форме взяли игру в свои руки. Машиностроители делали ставку на контратаки. В первом тайме защита Гомсельмаша дважды дала сбой. На 18-й минуте не досмотрели за Сергеем Заболоцким, который переправил мяч в ворота головой. На 28-й минуте в штрафной защитник не успел за своим оппонентом и судья указал на точку. Сергей Хижняк не промахнулся. 2-0 по итогам первых 45 минут. При этом Южный в третий раз поразил ворота соперника. Однако с нарушением правил. Во втором тайме Гомсельмаш заиграл более активно. Однако снова несогласованная игра в обороне привела к пенальти, назначенной в ворота белоголубых. Сергей Хижняк оформил дубль. 3-0. На 89-й минуте Кирилл Бобров, замкнув прострел партнера, довел преимущество Южного до четырех мячей. Уже в добавленное время Гомсельмаш смог отыграть один гол. Отличился Андрей Лось. 4-1 и кубок Гомеля над головой подняли игроки агрокомбината Южный. В втором тайме мы пытались с заменами немножко игру поменять. Вроде как удалось, но этот ненужный пенальти как бы все поломал. Хотя, считаю, второй тайм мы провели на порядок лучше, чем первый, но тем не менее. Противники реализовали два момента. У нас момента было побольше, но мы, к сожалению, в створ даже не попадали. У нас был принципиальный этот вот финал. Мы до этого выиграли четыре подряд кубка. И в прошлом году просто курьезно проиграли Гомсельмаш. Была недонастройка, потому что, сами понимаете, когда команда выигрывает три подряд года чемпионат города, три подряд раза кубок, то это уже как бы неинтересно. Ну, это было дело принципа в этой игре. Сплотились. Вот результат. В Гомеле прошел областной этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Турнир проходит под патронажем президентского спортивного клуба и Белорусской федерации футбола. Соревновались ребята младшие из средней возрастных категорий. Всего 32 команды. История турнира «Кожаный мяч» насчитывает более полувека. Первые всесоюзные соревнования прошли в 1964 году. После развала Советского Союза все затихло. В Беларуси возрождение турнира началось в конце 90-х годов прошлого века. В наши дни «Кожаный мяч» вернул себе былую славу и популярность. Турнир за время своего существования дал дорогу в большой спорт многим известным футболистам. Именно поиск новых талантов является одной из целей. За этим следят представители Белорусской федерации футбола, которая в числе организаторов соревнований. Неизменным осталось и главное условие – участие могут принимать только дворовые команды. А значит, ребята не должны заниматься в специализированных секциях спортшкол. Турнир направлен на то, чтобы задействовать тех ребят, которые официально не занимаются в детских спортивных школах, специализированных школах, Олимпийского резерва. И посмотреть тот ресурс, который у нас, так сказать, не задействован в государственных школах. Поэтому эти мероприятия, они носят, конечно, очень большой интерес для ребят из регионов, из районов, из глубинки, скажем так. И мы очень внимательно наблюдаем за этим. В этом году вошли три возрастные группы. Это 2002-2003 год рождения ребята, 4-5 и 6-7. И тем самым, как бы, мы можем вот сегодня вовлечь этих детей и посмотреть, которые реально имеют ли какой-то потенциал и направить их в эти детские специализированные спортивные школы. Вот смысл всего. А идея, конечно, комплектования юношеских команд и выход этих ребят на большую футбольную арену. На стадионе из Дюшор-8 соревновались команды в средней и младшей возрастных группах. Попасть в региональный финал было не так просто. В каждом районе прошли свои отборочные соревнования. В итоге за две путевки в республиканский финал боролись 32 команды. Видите, что детей очень много. Получается, мы проводим соревнования по двум возрастам и по двум группам. Группа городов и группа районов. Группа городов и группа районов 2004-2005 год. Участвует 20 команд. И группа городов и районов 2006-2007 год. Участвует 12 команд. В младшей возрастной категории победителем в группе районов стал Житковичский. В группе городов – советский район Гомеля. Эти дружины и сошлись в суперфинале. Сильнее оказались житковчане. 4-1. В главном матче средней возрастной категории мерились силами дружины Ельского и Жлобинского районов. Жлобинчане выиграли 5-0. Команды победителей представят нашу область на республиканском финале соревнований «Кожаный мяч», который состоится в сентябре. Областной этап турнира среди команд старшей возрастной категории стартовал сегодня на этом же стадионе. Самые быстрые гонщики Беларуси собрались на минувших выходных в Гомеле. Областной центр принимал второй этап открытого чемпионата страны по водно-моторному спорту. Гонки проходили на акватории Волотовского озера. Участие приняли более 30 спортсменов из пяти регионов Беларуси. Сейчас водно-моторный спорт в нашей стране переживает второе рождение. В советские времена белорусы были одними из лучших в мире. После был упадок. Первая гонка в истории суверенной Беларуси состоялась в 2007 году. В 2008 была создана Республиканская Федерация. В этом году выходим на новый уровень развития водно-моторного спорта. Готовим хорошие площадки обязательно, чтобы в Бресте подготовлена хорошая площадка. В Гомеле с помощью администрации подготовили старт. Потому что на следующий год будем обязательно приглашать в массовом порядке спортсменов из-за рубежа. Польша, страны Прибалтики, Россия, Украина. На следующий год будет больше, лучше, красивее. Много будет международных спортсменов. Но, естественно, нужно будет намного лучше еще готовить, как говорится, трассу, дистанцию, обслуживание. Потому что, чтобы показать достойный уровень проведения соревнований для международных спортсменов. Первый этап чемпионата состоялся в Бресте. Там гомельчане без наград не остались. Золото в классе скутеров завоевал Александр Крупский. Он один из самых опытных спортсменов. Начал гоняться еще в советские времена. С возрождением водно-моторного спорта в суверенной Беларуси вернулся к любимому хобби. С удовольствием делится своими знаниями и умениями с молодежью. Потихонечку набираем молодежи, пытаемся привлечь. Хотим, чтобы люди видели и знали, что это за спорт. Повторить брестский успех Александру не удалось. На гомельском этапе он стал вторым в своем классе. Для мельчанина Игоря Жуковского водно-моторный спорт – дело семейное. Гоняются отец и брат. Сам он дважды становился чемпионом страны в классе спорт. В нынешнем году пересел в другой класс – GT30N, где также рассчитывает на самые высокие результаты. В первом этапе чемпионата Игорь участия не принимал, а вот на втором намеренно верстать упущенное. Чуть-чуть другой класс – это класс мотолодок с своеобразным корпусом днища, с 30-сильными моторами. Трудностей не было, так как класс спорт – это все-таки, наверное, более старший класс, с большими скоростями. Поэтому вопросов в адаптации не было. Я надеюсь, покажем хорошие результаты. Но это спорт, посмотрим, что будет в итоге. Гонки проходили в нескольких классах. В первый день в программе были заезды по схеме 3 по 7. Спортсмены проводили по три кольцевые гонки на дистанцию 7 миль. В зачет шли результаты лучших двух. На следующий день состоялись индивидуальные заезды на 10 миль. Спортсмены Гомельской области выступления на втором этапе чемпионата могут занести себе в актив. Завоевано 11 медалей. Это больше, чем у представителей других регионов. Заключительный третий этап чемпионата страны по водно-моторному спорту состоится в августе в Минске. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok